Яркий салют и праздничный настрой это первые минуты нового года в казанских дворах. Фейерверки Грымыхали не отходя от подъезда. В новогоднюю ночь на Аланецкой обошлось без жертв, но так было не везде. Только за четыре дня спасатели насчитали больше 60 нарушителей. В большинстве случаев безусловно люди находятся в приподнятом настроении, считают, что им море по колено, думают, что они в состоянии обеспечить все требования безопасности, но, к сожалению, дело в том, что пиротехнические изделия, во-первых, надо очень внимательно читать, что на упаковке написано. Несмотря на все предупреждения спасателей и правоохранителей, есть те, кто закрыл глаза на правила безопасности при запуске пиротехники. Так, в Казани трое пострадавших, и это только те, кто официально обратился в медучреждение. Закрыл глаза на правила оказался у офтальмолога с 31 по 2 января. Почти 100 человек. Двое были сразу госпитализированы в отделении хирургии. Теперь она боится выходить вечером гулять. Гуляем мы только днем. Иногда бывает она вот на звуки с коробки реагирует довольно резко. Новый год обернулся стрессом и для животных. От взрыва петард и салютов у Юлы настоящий посленовогодний стресс. Собака была в крайне напуганном состоянии. Она вжалась с дивана, полу были лужи. Гулять по вечерам она теперь тоже выходит очень неохотно. Тянет домой и любой очередной взрыв превращает ее из спокойной собаки в испуганную. Она не реагирует ни на свой свисток, ни на вкусняшки. А вот что стало причиной страшного пожара в малых дербышках? Еще предстоит выяснить. Здесь за считанные минуты сгорел дом. Семья осталась без крова. Всего же за эти праздничные дни пожарные выезжали больше 150 раз. Основными причинами пожаров в эти новогодние дни стало неосторожное обращение с огнем, в том числе и состояние алкогольного опьянения, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, газовых приборов и особенно печного отопления. Как раз газовая горелка, возможно, стала причиной гибели двух мужчин в Мадышевском районе. Их тела были обнаружены на острове Голодной внутри обгоревшей палатки. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. Новогодние каникулы в самом разгаре и статистика не закрыта.